Друзья, в этом видео вы узнаете 7 объективных причин, почему так трудно понимать речь носителя языка на слух. И я поделюсь с вами 5 эффективными методиками, как научиться понимать на слух. Меня зовут Элен Торнадо. Я автор бестселлера «Хотите свободно говорить по-английски?» и основатель первой виртуальной школы English Wave. Мы учим хорошо говорить и понимать на слух особыми методами, без зубрёжки, мнимотехник и домашних заданий. И в 10 раз быстрее, чем в Англии или США. Такой результат показали наши студенты. И в этом видео я поделюсь с вами методиками, которые вы сможете применять сами. А в конце вас ожидает очень приятный сюрприз. Чтобы решить любую проблему, что нужно сделать в первую очередь? Прежде всего, надо выявить причины проблемы. Поэтому мы начнём с причин. Так почему же так трудно понимать на слух носителя языка? Когда я беседовала с британскими и американскими преподавателями, то первой причиной, и они считают её самой главной, они называют несовпадение написания и произношения слов. Дескать, поэтому мы не понимаем речь носителя языка. Как вы считаете? Насколько они правы? Да. Действительно, в английском языке очень редко совпадают написание и произношение слова. По этому поводу даже есть ироничная поговорка. Пишется Манчестер, читается Ливерпуль. Вот очень интересный пример слова choir. Хор. Произношение или чтение слова никак не соотносится с написанием. Вы сейчас видите и написание слова, и его транскрипцию. Choir. Согласитесь? Ну, вообще никакой аналогии. Джордж Бернард Шоу, выдающийся английский писатель ирландского происхождения, лауреат Нобелевской премии в области литературы и второй после Шекспира по популярности драматург в английском театре, хотел реформировать английское правописание так, чтобы оно было более логичным. Он задал следующий вопрос в качестве примера. Как будет читаться или как будет произноситься слово гхоти? Его ответ был фиш, рыба. Ну, конечно же, у всех возник вопрос, как могут слова гхоти и фиш звучать одинаково? И Джордж Бернард Шоу объяснил это так. Если произносить первые две буквы гх, как в слове enough, ф, оу, произносить, как в слове women, и, а ти, ай, произносить, как в слове nation, ш, то слово будет произноситься фиш. Конечно, это была шутка. В английском языке нет такого слова гхоти. И я задала этим преподавателям следующий вопрос. Но в других языках, а конкретно в русском, всё то же самое. Написание слов не совпадает с произношением. Мы не произносим молоко или солнце. Мы произносим молоко, солнце. В конце слова солнце произносится э, а не и. Но это не мешает нам понимать друг друга на слух, согласитесь. Значит, не в этом причина. Ну, если вы согласны, то поставьте восклицательные знаки в чат. Вторая причина, которую называют многие британские и американские учёные и преподаватели, это слова с разным написанием, но одинаковым звучанием. Например, sun – это сын и солнце. Night – ночь и рыцарь. Bear – голый и медведь. Pear – пара и груша. Piece – часть кусочек чего-нибудь. Например, a piece of cake, как у нас кусочек торта. И piece в смысле мир, мир без войны. И я вот привела здесь 23 примера таких пар. Написание разное, а произношение одинаковое. Но слова, которые пишутся по-разному, а звучат одинаково, называются амофоны. И это общий языковой лингвистический термин. Вот некоторые примеры таких слов в русском языке. Гриб – гриб. Произносим гриб-гриб. Мак – мак. Труд – труд. Рок – рок. Глаз – глаз. Бал – бал. Лук – лук. Мы же понимаем русскую речь на слух. Это нам не мешает, потому что значение слова всегда выясняется из контекста. Ну, кому это понятно, поставьте, пожалуйста, двоечки в чат. Кстати, я расскажу вам историю, которую я слышал от американского преподавателя. Это на тему амофонов. Молодой мужчина по имени Джон зашел в самолет и увидел своего друга-летчика по имени Джек. Он обрадовался и закричал «Хай, Джек! Привет, Джек! Хай, Джек!» Что же произошло дальше, как вы думаете? Джона арестовали и сняли с самолета. Охрана приняла его приветствие за угрозу угона самолета, поскольку существительное «хайджак» означает «угон самолета». Вот такой яркий пример амофонов в английском языке. Что касается восприятия на слух, то многие изучающие английский затрудняются с написанием слов, но очень хорошо знают, как они произносятся, и тем не менее не понимают на слух. Очень многие люди умеют читать по-английски и знают, как пишутся слова, но не понимают речь носителей английского языка на слух. И, кстати, многие переводчики с английского, кто занимается письменными переводами, также не понимают речь на слух. Помните наша студентка Кристина, которая 25 лет работала переводчиком английского, но до того, как пришла к нам в школу, не понимала на слух носителя языка? Значит, всё-таки не в этом дело. А у кого такое было, что вы слушаете какой-то текст или диалог и ничего не понимаете? Или только отдельные слова? А когда видите тот же текст в печатном виде, то осознаёте, что все или почти все слова вы знаете. И вам даже не нужно заглядывать в словарь, чтобы понять и перевести весь текст. Вот у кого такое было? Поставьте троечки в чат. В английском языке слова в предложениях не произносятся раздельно, целые фразы произносятся слитно. Но в русском языке то же самое. Короткие предложения и части длинных предложений мы произносим слитно. Кстати, разминка для ума. Решите детскую задачку и напишите, пожалуйста, ответ в комментариях. Девочка несла в корзинке 20 яблок. Одно упало на землю. Сколько яблок осталось в корзинке? Напишите, пожалуйста, ответ в чат. Девочка несла в корзинке двадцать яблок, а дно упало на землю. Сколько яблок осталось в корзинке? Напишите, пожалуйста, ответ в чат. Ну, наверное, многие догадались, да? На самом деле ответ ноль, ни одного. Имелось в виду, а дно корзины упало на землю. Дно корзины упало на землю, поэтому рассыпались все яблоки. Здесь мы одновременно наблюдаем и амофоны, и слитные произношения. И в русском языке много подобных шуточных вопросов. Я думаю, вы все помните детскую шуточную загадку. Что делал слон, когда пришел Наполеон? На самом деле имелось в виду, что сделал слон или что делал слон, когда пришел на поле он. Ну, кто помнит эту шуточную загадку, поставьте четверочки. Да, в русском языке мы можем не понять истинный смысл высказывания без полного контекста. Это так. Но на слух-то мы понимаем, что говорилось. Что же касается английского языка, проблема совсем в другом. Так ведь? Речь воспринимается просто сплошным непонятным потоком или месивом. И только кое-где проблескивают отдельные слова. И нужно много-много раз слушать, чтобы понять. Но бывает, что это не помогает. И я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Преподаватели английского, носители языка, как правило, не говорят ни на одном иностранном языке. И не понимают, с какими проблемами сталкиваются иностранцы, изучающие английский. Многие из преподавателей даже не знают, что в других языках звуки, особенно гласные, произносятся по-другому. Другое положение языка и губ. Когда мы записывали наш фонетический курс, то диктор записала слова, а звуки не записала. Она была очень удивлена. А зачем вам отдельные звуки? А в том-то и дело, что произношение звуков совершенно разное. И мы на слух не различаем звуки английского языка. И сочетания этих звуков, они для нас чужие. Например, все гласные русского языка переднего ряда. То есть звук образуется в передней части рта, около губ. И такие звуки звучат отчетливо, более отчетливо. А английские гласные не только переднего, но чаще среднего и заднего ряда. И наш мозг настроен, чтобы воспринимать звуки родного языка. А звуки английского языка наш мозг не различает. Это вот как другая волна. Да, есть люди с очень хорошим музыкальным слухом, и они часто не испытывают сложности в понимании на слух. Но, к сожалению, для большинства это проблема. Еще раз повторю, английский как другая волна. Я вернусь еще к этой теме во второй части мастер-класса. А сейчас давайте подытожим. Итак, мы не различаем чужеродные звуки иноземного языка. Поэтому и слова трудно воспринимать на слух. Первая причина, что мы не различаем английские звуки. Они для нас чужеродные. И, кроме того, они более сложные для восприятия, поскольку, как я сказала, они среднего и заднего ряда. То есть они образуются в середине и в глубине рта. Вторая объективная причина – это слитное произношение. Наш мозг плохо распознает звуки, поэтому непонятно звучат слова. Если нам трудно различать отдельные слова, то тем более мы не понимаем слитную речь. Это же логично. И третья объективная причина – это быстрая речь. Очень быстрый темп речи. Да, речь носителя языка очень быстрая. Они не зря называют ее fluent, беглая. Иностранцы просто не успевают сообразить, что говорят носители языка. И об этом я скажу чуть позже. Друзья, кому понятны эти три причины, поставьте, пожалуйста, в чат пятерочки. Кому понятны эти три причины? Не различаем английские звуки, потому что они отличаются от наших очень сильно. Слитное произношение – трудно воспринимать. И очень быстрая речь. Четвертая объективная причина – это проглатывание гласных и согласных звуков, то есть редуцирование. То есть в беглой речи происходит сокращение многих звуков, что делает речь еще более непонятной. Вот в данном предложении... Будет отчетливо слышно только последнее слово – party. А все предложение будет звучать... Да, то есть совсем непонятно, что там звучало. Кто согласен, что это очень важная причина, поставьте в чат шестерочки. Кто согласен, что это очень важная причина, поставьте в чат шестерочки. И об этом мы будем говорить отдельно. А помните вот это явление? В левой колонке слова желтого цвета – это редуцированные или сокращенные формы слов, которые находятся в правой колонке. И я напомню, что есть три правила употребления этих слов. Если вы не соблюдаете эти правила, то можете попасть в очень неприглядную ситуацию. Но об этом у нас подробнее также будет позже. Кстати, это явление есть и в русском языке. Например, в быстрой разговорной речи слово «вчера» произносится «чера». Иностранцы часто даже не могут расслышать букву, безударную букву «и» в середине слова. «Здравствуйте!» Сейчас-то мы произносим как «здрасте». А однажды мы с нашим другом Джейсоном из Англии катались по Неве. Он фанат Санкт-Петербурга и хотел сделать много фотографий. Он снимал из разных мест на палубе, где был очень сильный ветер. И он меня спрашивает, какое-то странное слово услышал. «Гриш». «What does it mean?» Что это значит? «Гриш». Я говорю, ну, это разговорная форма от имени Гриша. Он говорит, очень странно. Пол корабля Гриш и девушек, и мужчин. Так, я пошла выяснять на палубу. Потом мы все очень долго смеялись. Представьте, сильный ветер, шум двигателя. При этом обалденно красивый вид города и много всяких лодок и катеров на Неве. Люди делятся впечатлениями, и пока я проходила по палубе, я несколько раз услышала вопрос. «Чё, Гриш? Чё, Гриш? Чё, Гриш? Чё, Гриш?» Конечно, там не было Гриш. Из-за сильного шума люди не слышали собеседника и спрашивали друг друга, что говоришь. А при быстрой речи получалось «Чё, Гриш?» Кому знакомо такое выражение, напишите «Я». Пятая объективная причина – интонация или мелодика речи. Да, интонация английского языка очень сильно отличается от интонации русского. В следующем мастер-классе мы поговорим о четырёх видах английской интонации. И важно помнить обязательное правило. Значимые слова обычно произносятся более отчётливо, чем незначимые, то есть предлоги и артикли. И ударное гласное произносится отчётливее и дольше, чем безударное. Кстати, для русского языка также действует это правило. Но мелодика языка другая. Про интонацию есть очень поучительная, интересная история. Я расскажу её в следующем мастер-классе. Шестая объективная причина – это незнакомая лексика и грамматика. Незнание слов, идиом или непонимание грамматических конструкций и не хватает словарного запаса. То есть, когда вашего уровня владения языком недостаточно для понимания. Есть ещё такая проблема, как многозначность слов, специфическое употребление и употребление в переносном значении. Естественно, что мы не можем понять речь, в которой много незнакомых слов и непонятной грамматики. Но об этом позже. Кстати, на игре слов базируется специфический английский юмор. Но и в русском языке есть такое. Штирлиц оглянулся, хвоста не было, оторвался, подумал Штирлиц. То есть, здесь хвост употребляется в переносном значении и в прямом значении. You see? Итак, продолжаем. Следующая причина – это акценты. Мы называем разные варианты, а носители языка называют акценты. Да, существуют разные варианты английского. Восемь основных вариантов плюс диалекты. И если человек привыкает к речи одного носителя языка, ему бывает сложно понимать других. Что мы сделали в нашей школе? У нас с первого урока говорят носители языка с разным произношением. Как в жизни. И студенты осваивают сразу два основных варианта – британский и американский. Причем у нас звучат носители. Мы через интернет купили билеты на утреннюю экскурсию. И у меня с собой была распечатка этих билетов. Я решила чисто для практики языка пообщаться с полицейским. Полицейские в Лондоне доброжелательны и очень терпеливо относятся к туристам. Причем чем вы с ними вежливее, тем охотнее они с вами общаются. Я имею в виду вежливость по-английски. Естественно, что я попросила прощения за беспокойство и спросила, не может ли он подсказать, куда нам утром следует подойти. Полицейский с удовольствием стал объяснять, а в конце сказал – write ten. Я, конечно, поблагодарила. На самом деле я знала, где вход. Но я на полминуты задумалась, что он такое сказал – write ten. Почему десять? Что бы это значило? Вот об этом мы поговорим с вами на следующем занятии. И восьмая причина – это физиология. Об этом мы будем говорить на одном из следующих мастер-классов на теоретической части. А сейчас я вернусь к самой первой причине – непонимания на слух. У нас в школе вообще не было аудирования. Но родители купили мне два аудиокурса с диалогами, где звучали британские дикторы. И чуть позже я стала слушать уроки английского на канадском радио. Я стала заниматься по аудиокурсам. Они оказались на тот момент очень полезными. Не помню, в каком из них, может, и в обоих курсах, но было описание произношения. Были картинки, на которых нарисовано, в каком положении находятся губы при произношении гласных звуков, а на схемах показывали положение языка для согласных звуков. И дикторы произносили эти звуки. Ну, соответственно, слова и целые фразы. И после того, как я стала тренировать произношение звуков, слов, а затем фраз, то через некоторое время я обнаружила, что стала понимать уроки на канадском радио со знакомой лексикой с первого раза до перевода на русский язык. Причём уроки касались канадской жизни. И, кстати, там я впервые услышала про рапсовое масло. У нас такого не было. А там это очень популярный продукт, который они изготавляют на экспорт. И вообще в передачах было очень много интересной информации, но переводили они на русский язык только маленький кусочек. А я понимала, и всё остальное. Я понимала всё остальное. Вы не представляете. Для меня это была такая радость. О, я понимаю, что они говорят. Конечно, этому есть научное объяснение. Но тогда я ещё этого не знала. А сейчас я поделюсь, в чём секрет. Дело в том, что слух непосредственно связан с речью. В речевой функции участвуют несколько областей левого полушария. Это центры Брока и Верники. Они названы так по именам учёных. На этих двух картинках изображены центры Брока и Верники. Левая картинка покрасивее, зато правая понятнее и схематичнее. Смотрите, пожалуйста, на правую картинку. Зона Брока жёлтого цвета. Это двигательный или моторный центр речи, ответственный за её воспроизведение. Этот участок коры управляет мышцами лица, языка, глотки, челюстей и находится в нижней лобной доле головного мозга и включает ещё часть префронтальной области. Моторный центр речи обеспечивает также правильный порядок слов и их допустимые сочетания, то есть синтаксис или грамматику высказываний. В верхнем заднем участке височной доли находится зона Верники. Она синего цвета, которая отвечает за понимание речи на слух. Дугообразный пучок соединяет зону Брока и зону Верники, образуя систему, отвечающую за речь и понимание на слух. То есть зона слуха непосредственно связана с зоной речи. И при некоторых заболеваниях, при нарушении моторики речи, происходит нарушение слуха. Соответственно, если эти две зоны связаны, то улучшая произношение, то есть артикуляцию звуков, мы улучшаем восприятие речи на слух. Что совершенно естественно, поскольку мозг получает сигнал, что мы тренируем произношение звуков, которые относятся к другой системе знаков. То есть начинается формирование новых нейронных связей. И стрелочкой я обозначила зрительную зону, отвечающую за восприятие письменной речи. Вспомните, что письменность изобрели гораздо позже. И всего пару веков назад чтение было доступно не всем. Поэтому первое, что мы делаем в нашей школе, это занимаемся постановкой произношения, но одновременно с тренировкой навыка аудирования другими эффективными методами. Здесь есть несколько очень важных аспектов, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы не навредить себе. Первое. Вы слушаете и повторяете только за носителем языка с хорошим произношением. В нашей школе вы учитесь произношению у дикторов с Received Pronunciation. Что это такое, я расскажу на следующем speaking классе. На картинке, сейчас на слайде, обладатели высшего стандарта произношения актёр Голливуда Эллистер Джеймс Мёдден и доктор наук Джейн Филдинг. Она обладатель двух учёных степеней по английскому языку. Речевые аппараты людей похожи, но при произношении английских звуков по сравнению с русскими сильнее напряжены другие мышцы. Если вы посмотрите на лица британцев и американцев англосакского происхождения, то у них своеобразный тип лица с очень развитой нижней челюстью и крупным подбородком. Посмотрите, при произношении английских звуков сильно напряжена нижняя челюсть. У нас нет такого напряжения. Если у вас после занятия английским не устают челюсти, то вы недостаточно старались. Посмотрите, какая тяжёлая челюсть у американского солдата до первой картинки. Выдающаяся челюсть и мощный подбородок у актёра Кэмбербрэча. Это на третьей картинке. Крупная челюсть и большой подбородок у Камиллы. Камилла – это вторая жена принца Чарльза. Первой женой была принцесса Диана. Второй важный аспект. Если вы хотите хорошее произношение и понимание на слух, то исключите полностью неносители языка. Не слушайте их речь и не говорите с ними ни по-английски, ни по-русски во время занятий. Никакой русской речи. Никакой речи неносителей языка по-английски. Проблема номер два – это слитное произношение. На самом деле мы говорим и воспринимаем речь целыми фразами, но это приходит не сразу. То есть мы не говорим словами. Мы говорим и воспринимаем целые фразы. И еще раз повторю, это не приходит сразу. Но многие пытаются делать то, что противоречит психологии и физиологии высшей нервной деятельности. Вспомните, что такое понимание на слух или аудирование. Это навык. А для владения любым навыком нужны правильные тренировки. И начинаются тренировки любого навыка с очень простого уровня. Вспомните, как ребенок учится ходить. Сначала он только переворачивается, потом садится, потом ползает, потом начинает вставать, делать пару шажков, потом постепенно увеличивает количество шажков. И когда мышцы ног уже достаточно окрепли, он начинает бегать, как заводной. И с тренировкой навыка аудирования то же самое. Почему я назвала speaking class легкое аудирование? Потому что мы начинаем с легкого материала. Сначала вы приучаете свой мозг понимать на слух простые фразы, которые носителя языка произносят слитно, а затем постепенно увеличиваете сложность. Таким образом вы тренируете навык. Нужно начинать с фраз, которые мозг будет воспринимать легко. Сейчас мы немножко поговорим о проблеме «быстрая речь». Когда я поступила в ВУЗ и пришла в лингофонную лабораторию, то там были записи, но не было текстов к ним. То есть я слушаю, что-то понимаю, что-то совсем непонятно. Как разобрать, что говорят? Как вы думаете? Я стала после каждой непонятной фразы делать небольшие паузы, чтобы обдумать, что я услышала. И таким образом я поняла гораздо больше, чем при обычном прослушивании. Позже, когда я уже стала изучать психологию и физиологию высшей нервной деятельности, я узнала, что наш мозг обрабатывает любую информацию именно в паузах. Знакомый материал можно преподносить и в быстром темпе. Мозг не нуждается в паузах или ему достаточно микропауз. А вот для восприятия нового материала нужны паузы побольше и темп речи помедленнее. Кто это замечал даже в родном языке, поставьте в чат семерочки. Здесь есть еще один интересный момент, но об этом вы узнаете в следующий раз. И шестая объективная причина – маленький словарный запас и незнание, непонимание грамматических конструкций. Естественно, что мы не можем понять речь, в которой много незнакомых слов, и мозг просто отключается. Если следовать законам физиологии, то в тексте для аудирования, внимание, в тексте для аудирования, чтобы мозг его не отторгал, должно быть не более 5% незнакомых слов и не более одной новой грамматической конструкции. Я никогда не делаю того, что сейчас делают большинство. Я готовлю специальным образом материал к аудированию так, чтобы в текстах содержалось только то количество незнакомых слов, которое не препятствует пониманию на слух. И либо все освоенные грамматические конструкции, либо одна новая. Как я это делаю, я расскажу в следующем мастер-классе. Тренировка навыка аудирования – это многоступенчатый процесс. У нас в школе мы начинаем с простых фраз и постепенно доходим до сложных. При этом используются специальные эффективные методы. Для освоения словарного запаса без упрежки 35 методов. Да, для освоения словарного запаса без зубрежки 35 суперметодов. Для тренировки навыка аудирования также специальные суперметоды, которые не использует никто в мире, как я понимаю. Во всяком случае, мы не нашли. Мы разобрали с вами 7 из 8 объективных причин, почему мы не понимаем на слух носителей языка. 8 причина также очень важна, и часто именно она бывает основной. Но мы разберем ее позже в другом speaking-классе. Пять эффективных методов для тренировки навыка аудирования, то есть понимания на слух. Метод первый – постановка произношения. Это нужно делать, повторяя за носителем языка с хорошим произношением. У нас есть видеоуроки, где я объясняю, как правильно произносить звуки, а носитель языка показывает и произносит звуки и слова. В уроках звучит высший стандарт произношения. Вы можете воспользоваться этими уроками для постановки произношения. В нашей школе мы начинаем тренировки устной речи и аудирования с очень легкого материала, именно для постановки произношения. Метод два – это прослушивание с паузами между репликами. Третий метод и третий шаг – это прослушивание с паузами и с опорой на текст, со зрительной опорой на текст. И в этом случае в тексте все должно быть понятно. Номер четыре – выделительный метод. Вы много раз слушаете одну и ту же фразу с опорой на текст. Слушаете с паузами, комфортными для вас, чтобы мозг во время пауз обрабатывал услышанную фразу. Слушаете до тех пор, пока не начнете понимать на слух. Что говорит спикер? Метод пять – проигрывание роли. Вы проговариваете реплику, как будто исполняете роль говорящего. И не забудьте, что учиться надо главным образом на диалогах. В нашей первой виртуальной школе English Wave 15 особых методов для тренировки навыка аудирования, то есть понимания на слух. Они работают в связке и оказывают очень мощное воздействие. Особые методы делают обучение более легким и, конечно, ускоряют тренировку навыка аудирования во много раз. И весь материал подготовлен особым образом. Для быстрых и максимально эффективных тренировок устной речи и аудирования мы применяем уникальные тренажеры. Наша студентка Катерина сдала устную речь и аудирование на экзамене TOEFL на самый высший балл. Она получила 9 баллов из 9 возможных. Занималась она в 10 раз меньше, чем ее кузина, которая училась в Англии. В начале обучения у девушек был одинаковый уровень. Мы с коллегами 5 лет проводили сравнительный анализ и получили следующие результаты. Один час тренировок устной речи и аудирования на специальных тренажерах соответствуют 10-15 часам занятий с репетитором высшей квалификации, носителем языка. Или это 70-100 часов самостоятельных занятий. А сейчас обещанный сюрприз. Surprise! Прогулка по Темзе. И за бортом Лондон. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...